Сегодня у нас 9 июля 2023 год. Заходите в ограду, заходите. Приехали к Шерстобитову Геннадию Павловичу, вот на Газели, вот еще одна машина, это Константин Тестов, на своей. Сейчас еще третья машина, за Игнать Тихонович, поехали. Он решил в поле остаться с курица водки копать, ну и сейчас промокнет там под дождем-то, заберут его оттуда. Дождь, это полезно. Ну да. Только они, дорогие, пожилые, как он. Чуть простынет и все. Батюшка там? Нет, отец, это, Геннадий Тихонович. Лапки. Сейчас пчелки, наверное, засели, да? Пчелки сейчас там, прятались. Так что нам безопасно. Абсолютно безопасно. Они сейчас сидят уже. Они за сколько времени узнают, что дождь сейчас будет? Вот, сейчас, бывает, вы приехали, минут по 10 видели, как они быстро назад все летели. Да, да. Вот тогда я ни разу не заставал такую картину. Они, если обратно летят, уже сразу понятно, сейчас дождь, да? Или что-нибудь, но будет. Но это как-то выражается, они целым райом летят, да, как бы назад? Да, очень интенсивно. Интенсивно, да? Они все летят сюда, отсюда почти не вылетают. Ага, ну понятно. Как и мы же, люди, под крыши быстрее. У нас там, в Подмосковье, в Подмосковье, эти сотовые вышки ставят, и, соответственно, пчелы, то, что не выживают, да? Вроде отправил? Да. Не забудешь все? Ну, он говорит, а что, говорит, по этой, я говорю, она параллельно идет, он помнит старую дорогу. Вы опять отстаете, вас ждут все. Вы только о себе думаете, как? Кто остает? Ну, если кто-то интересует, спрашивайте, потом. Нет, поначалу я прошу прощения, надо представиться или представить хозяина, кто может представить, вот. Ну, ты представляешь. Николай Горгиевич, Николай Горгиевич. Нет, 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 я мало знаю. Николай. Николай Горгиевич, Николай Горгиевич, Николай Горгиевич, Николай Горгиевич. Я Шестобитов Геннадий Павлович, родом из Потеряевки. Жил там до 14 лет. Потом, когда село распалось, родители переехали вот сюда. У меня мать из этого села родом. А отец из Потеряевки. Урывки. Да, урывки. Ну, как сказать, отслужил я в армию и вернулся. Пришел в отпуск, приходил в отпуск из армии, встретил. Где она, куда она потерялась? Это вот она, вот она, хозяйка. Стретя от супруга. Ну, конечно, она была посимпатичной намного, по стране. Даже выше роста была у меня. Шучу, конечно. Нет, ну, что симпатичная и по стране, это точно. Вот, ну вот, мы после армии пришел, поженились. Наверное, через год, да? Нынче, прошел год, у нас было 50 лет. Рядышко. У нас трое детей, две дочки первые и последний сыночек. Сын и внук. Где сын? А, вон он, Владимир Геннадьевич. Вот он. Да. А вот его сынок, Павел Владимирович. Это внук. Отслужил в армии. Отслужил в армии, да. Пришел вот, стал продолжать учиться в институте сельскохозяйственном, на агрономах. Специальность хорошая, востребованная для сельского хозяйства. Надеемся, что кончит. Сын у меня закончил тот же институт. Даже два, потом третий. О чем-то дойдет, у меня... О чем-то дойдет. Ну, вот попросили рассказать немножко. Дочери, старшая дочь, будет нынче, вот, 15 июля, будет 50 лет. Работает главой администрации. Помладше дочкой работает. Ну, как они... Все в колхозе работали. Все кончили институты. Вот. Но когда колхоз распался, вы знаете, в каком-то году. В 96-м... Нет, в 98-м у нас совсем был. Вот, пришлось идти, работу искать. Ну, сейчас занимались они с коровами. Три седойных коров у них. Вот. Делают сыр, делают... Там, в общем, все, что с молоком связано. Ну, сейчас вроде хочет немножко сокращать. Потому что цены на молоко очень маленькие, низкие вообще. Даже не окупается... Затрат не окупается. Поэтому вот так, наверное, хочется всем сельское хозяйство выробить наши руководители страны. Геннадий Павлович, а сколько лет вы занимаетесь пчеловодством? Значит, моя мама, когда мне было 5 лет, она закончила курсы пчеловода. Училась в Тольменке. Потом, значит, приняла пасеку, там, в Потеряевке. В ней было 127. В Потеряевке вообще было 2 пасеки. 2 по 127. Одна вот материна тут рядом, с ветреной стороны, по Теряевке, околочек такой, к железной дороге. Вот там, в моё детство всё прошло на пасеке. В общем, когда-то у меня занимался, как мой прадед и моя бабушка немножко. Ну, вот там раньше были маленькие пасеки. Дома там улев 5-6. Ну, я занимаюсь как? Ну, вот с 5 лет на пасеке. Ну, серьёзно я начал заниматься, тут уже годом, наверное, к 40. Потом на пенсию пошёл, тут уже увеличилась пасека. Ну, она у нас всё равно любительская. Сейчас у нас где-то 120 семей, 130. Ну, расширять... Мы сейчас меняем породу, русскую на немецкую. У нас сейчас вот помесь. Мне кажется, я сначала вроде недоволен, а сейчас мне кажется, что вот эта карника, немецкая порода, она выведена учёными немецкими. Она лучше работает, намного лучше, активнее. Мне даже интересно. Но всё равно часть своя останется. Ну, сейчас у меня вот сын помогает очень хорошо. Он сам и угли делает, и рамки делает. Я только зимой их собираю. На проволачиваю, на восколачиваю. Внук вот помогает, каждый выходной приезжает. Ну, и сын приезжает, потому что он работает в районе. Зам. Главы района по сельскому хозяйству. Вот. Поэтому только на выходные они приезжают. А мы тут уже с бабушкой всё остальное время следим. Вот сколько вы раз уже сегодня качали в этом сезоне? Сколько раз? В этом сезоне только начинаем. Только начинаете, да? И вот это получается вот сейчас свежий, да? Это первый мёд. Первый, да? Вот посмотрите, насколько он ядрёный такой. Как? Я не знаю. Ну, сейчас покушаем. Сейчас вот покажем вам это, как обрезает автомат. А потом это самое. Ну, видишь, вот частички воска. А вот вопрос такой. У некоторых есть, бывает, ну, скептики, бывают скептики. Вопросы такие. Да вот многие там сахар добавляют, чтобы пчёлы там не летали, чтобы близко. Вот как вы к таким вот относитесь, к разговорам вот таким вот тут. Вот серьёзно так вы скажите своё слово. Понимаете, я сахаром лично никогда не кормлю. Мне не нужна эта лишняя волокита. Это раз. Это очень много затрат. Надо ещё кормушки, надо сироп варить, это разливать. И при том, у меня достаточно мёда. У меня вот прошлогодний мёд есть. И даже ещё позапрошлый годний мёд есть. Мы дадим вам покушать. И зачем я буду этот сахар покупать? Он уже сейчас около 100 рублей килограмм. 70 с лишним, это уже точно. Сахар мы вообще, можно сказать, не едим. Мы дома даже кофе пьём с мёдом. И пчёлам я никогда, и у меня мать ещё говорила, что сахар, это, как сказать, что для коровы, ну вы не понимаете, конечно. Корова соломы, я солисену. Вот с соломой она только чтобы не сдохла. Ничего не произвёдит. Так же и пчёлы. Поэтому я никогда даже вообще с сахаром вообще связи не имею. У меня, я оставляю рамки на каждую семью. Вот, понимаете, вот на улице я могу погонять. Вот видите, они двухэтажные, даже трёхэтажные. Это называется верхняя расставка. Это магазин. И вот что в магазинах мы выкачиваем. Что внизу семья себе натаскивает на зиму. Мы должны его оставить всё. Потому что, чтобы семья прозимовала, ей минимум надо 25 килограмм мёда там, чтобы было. Но я вообще ни на рамки не беру. Сколько есть там, столько нет. Они, если зимой не выберут, они весной начинают работать, начинают расплод кормить. И этот мёд используют. Поэтому у меня только на мёду. Зачем это сахар? И ещё, во-вторых, если есть взяток и в уль есть мёд, пчела никогда не будет брать сахарный сироп. А то некоторые, у меня даже родственники говорят, а я видел сосед пополивает сено с сахарным сиропом. И они её собирают оттуда. Ну, это глупо. Вопрос возник. А пергуй воск тоже производите? Пергуй воск. Пчёлы производят, да. И мы, это воск. Мы же, чтобы это... Паша, принеси, пожалуйста, вощинку. А мы, наверное, всё расставили? Ну, там полуранки есть. Что, чтобы... Надо пчёлам, чтобы они работали, надо дать вощинку. Вощинку мы покупаем. Вощинка, вот она, видите? Вот эта вощинка, килограмм стоит. В магазине, в пчеловодном мы покупаем 850 рублей на сегодня. Одна штучка? Килограмм. А килограмм. А в килограмме 12 штук, пластинок вот таких. Вот. Я сдаю, чтобы мне дали воск, я сдаю вот это вот тут, видите? Вот. Вот это мы будем мыть и перетапливать. Вот старые рамки висят, вон, посмотрите, тёмные. Вот это бракованное. Это тоже всё вырезается, всё перетапливается. Вот. И поэтому работы очень много. Чтобы... И мы везём этот воск, сдаём туда и покупаем за это. В общем, нам дают как? Килограмм воска дают 700 грамм вощины. Ну, сейчас вощина пошла безобразная. Столько в ней добавок. Если раньше, вот я помню, маленький был когда... Ну, это вот лет 10, наверное, 15 началась эта халтура. Как частники везде говорили, частники будут, у нас будет порядок. Фиг там. Я нигде не вижу этого порядка. Было государство, был контроль. И сейчас вот она вощина, я нюхаю. То не нанюхать было вощины. А это как-то, извините, псиной воняет. Потому что там добавки. Вот начинаешь топить. Там... Вообще, я не знаю, что они там добавляют. Я не знаю, что они там добавляют. Я не знаю, что они там добавляют. А как раньше делали вощину? Так же из воска. Нет, а я не думаю, как дома делали? Дома же делали? Нет, мы всегда покупаем. Ну, есть, делают сейчас, да. Есть, танки продаются, можно делать дома. Ну, как бы сказать, там надо его кипятить не меньше 140 градусов, чтобы обезвредить. Делают дома, да. Ну, был бы я помоложе, может быть, иначе занялся. Ну, сейчас мне уже, как бы сказать, ну, за 70 уже. Вот, Геннадий Павлович, я вот с вами знаком совсем мало. Очень мало. Но, я хочу сказать, вы скромничаете, когда говорите все. А в чем ваша скромность? Почему ваша работа заключается не в том, чтобы не делать сахара и не посылать? Ваша жизнь построена на то, что не делай другого того, что не хочешь себе. Так? Ну, так, конечно. Ну, так, ну, как-то вы вот скромный человек, ну, скромность украшающая. И дело не в этом, простите, что я перебиваю, вы старше меня. Да, ну. Но, но, вы и детей своих так направили, научили, и внука так, нас не обманешь, людей верующих, нет. Это все честно, открыто, и с любовью все сделано. Это я могу подтвердить. Это точно, сто процентов. Вот. Правда? Согласен? Да, согласен. Вот и все. Да, согласен. Вот, вот, еще я в чем-то скажу. Иногда жалею. Думаю, елки-палки. Ну, я же вижу, чем люди летом занимаются. Отдыхают, рыбачат тут у нас. А мы, как ишаки, вот, я говорю, сам себе каторгу вот это все. И еще детей вовлек. Ну, у нас вот у матери было четверо детей. Три сына и дочка. Ну, вот, ни одним не занимается, не получается. Вот только я. Ну, а теперь после вашего знакомства, прошу прощения, не показали бы вы нам процесс, как вот вы все это делаете? Так, давайте. Ну, сначала с весны начнем. Или с зимы. Нет, ну давайте. Ну давайте. Да. Вам виднее, с чего начать. Где у меня разбежались пушки? Они уже не выдержали моих речей. Так. Паша! Паша, ну иди включай. Иди включай, или Вова. Вот видите, вот пчелки вот испортили рамочку. Такую вот поставили. Не, не захотели отрабатывать. Все изъели, вон испортили. И приходится ее снова вырезать, перетапливать. И вот такие бывают как. Так, руки никто не торкайте. Так, осторожнее. Вот смотрите. Сходим. Так. Все включено, нажать включен. Да. И выключали. Эта машина по распечатке сотовых рамок упрощает нам работу. Все уже быстрее происходит, чем эта. Мы ее только в том году купили. Вот в том году немного обработали. В этом году пытаемся работать. С полурамками она замечательно работает. С рамками так так. Да, она срезает вот эту часть, да? На росте. Да, что мы вот вручную делали это все. Вот она не все захватывает, потому что рамки, ну как бы, да. Она нестандартная. А зачем все обрабатывают? Много обретов приходится руками обрабатывать. Если не обрет. Вот запечатка. Да, но вот когда мед готов, вот смотрите, он зрелый называется. Он весь запечатанный. Если рамка к меду не запечатанный, значит он не зрелый. Там чистый у нас? Вот. А незрелый мед он закислен. Там на нем лежит. Ну вот. Вот надо нож почистить. Он не успевает, не прогревает. А если прогревается, он скатывается, да? Да, да, прогревается. А вот так вот он не выдержит. Мы еще температуру не научились восстановить. А если я вас такой вот зебайзмюджай, дороги можно будет? Запечатанный. Запечатанный. Немецкая машина? Нет. Ну это аналог. Бийск. У нас здесь аналог. Это точная копия канадской машины. Наши ребята просто ее... Можете вам вырезать не полностью рамку. Как спрашиваете? Ну, если честно, для пчеловода, он, видишь, содрала здесь вот. Некоторые рамки портит. Он с этому углу... Много взяла, да? Да. Глубоко. То ли что-то попало там пожестче, она вывела. Мы еще температуру ножей не научились. А что для пчеловода вы говорите? Насчет рамок. А, ну вот, всегда дефицит. И поэтому... Вот если прошлогодние рамки, у меня много. Прошлогодние? Прошлогодние? Ну, то вопросов нет. Прошлогодние. Вам это не в минус было? Да. Вы себе столько денег возьмите, чтобы вам две рамки еще пописли. Нет, да? Причем не так. Прошлогодние не в минус. Ну, да. Пять зацепила. Пять зацепила. Пять зацепила. С другой стороны. Вот. А как убить сейчас, купить? Я вижу, я вижу. Пять зацепила. Зацепила, я не занимаюсь. Глубоко имеете в виду, зацепила, да? Или что? Много снимает сверху много снимает, да? Да, вот видите, вот. Понимаете, может где-то перга попадёт, она жёстче. И раз, и потянет её. А рамки свежие, тёплые. Тут много нюансов. И вот полурамки, вот есть же полурамочки вот такие у нас тоже есть. Те лучше распечатываться. То ли она меньше идёт, вот я говорю, надо переходить на такие полурамки. Раньше мы им не работали. А у неё, может быть, не хватает силы трения, чтобы эту снять, а полурамка хватает? Да, да, да. Мощность как-то? Может, с этим связано? Много отходов. Много. Вручную, когда меньше. Ну, оно падает на сетку, там, стекает, там, не отстекает, мы его, да, дыраем. Но всё равно. Дверь, как-то. Вручную там снимаешь, вообще тоненько. А вручную чем? Вот этим снимаешь? Нет. Вон, ножи лежат. Видите? Ага, всё понятно. Их греешь в горячей воде, постоянно вода кипит. И горячее. Вот таким же движением пилищем и снимаешь. Сейчас же приходится дорабатывать. Теперь вот что-то берём. Видишь, с этой стороны вообще почти не захватило. Не трудно вас. Да. Это тоненькая плёночка. Да, мы вот так берём и снимаем. Да, мы не сняли автомат, аккуратненько. Так, берём, теперь мы. Так, вот кого интересует. Вот смотрите, вот прополис. Вот, вот смотрите, я вот беру, вот видите, оп, вот это прополис. Прополис? Ну, прополис. Ага. Вот видите, он где? Вот этот воск, а вот где прополис? Прополис. Ага. Вот он, видите? Вот так мы его собираем, потом очищаем. А вот это воск. Ну, он не только тот бывает. А почему он там именно оказывается? Ну, пчёлки так распределяют. Да, их распределяют. Они это не... По ложку подставляют. По ложку подставляют. Они не любят пространство, конечно, почему всё делают. Ну, они его внутрь не запечатывают, да, именно снаружи? Нет, прополис внутрь не взгляд нет. А он им зачем нужен? Именно так. Дырки конопатят. Ответ все конопатят. А, вот. Стройматериал. Стройматериал. И он как дезинфицирует. Как дезинфицирует. А вот вопрос возник. А зона разлёта пчёл примерно в каком диапазоне? Сколько они там, 5-7 километров разлетают? До 7 километров разлетают. Но чем она не дальше летит, тем она меньше мёду приносит. Она затрачивает, энергию восполняет. Энергию восполняет мёду. Поэтому стараются пчеловоды там поближе привезти, но мы не выезжаем, потому что всего возраста даёт. А зачем вот это вот? Зачем самая? Ну, чтобы качать. Так же вот. Открыто дырочками. Так же он не выхитет. Да, звонит. Вон недогонка. Это недогонка. Так, ну как центробежные силы качаются. Ну, крутится рамку вот так, и вылетает ёдр. Ну, сейчас понял. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Там вот зарядие. Да, он не стекает. Стоит. Это созревшие лепутоны, а это зревые лепутоны. Так, вот ваша. Ты принесла дырочке, нет? Да. Давай положим вот этих горячих, которые покушают. Блинчиков. Мы же заболтаем с мужиком. Где они? Где они? Вон на это надо. Возьми. Возьми сама. Возьми руки чистой. Выкладываем вот там, где качать. Я руки не нашу. Где она смотрит? Вот, смесь, это что? Да, вот. Поплохо. Приходится постоянно руки вытянут, что не идут. И вот пчеловод это... Можки есть, мошки есть, мошками можно. Паша, отдай, накладывай еще. Паша, накладывай, все так. Можно вот пройти сюда, вот на стол поставим. Поправим, 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 зимовку корсом. Здесь еще слабко. Георгий, по-самому. Здесь было, поздняков, ветра не было. Ну и температура самая благоприятная для зимовки. Это не больше плюс четырёх, не ниже минус двух-трёх. Это внутри, да? Внутри помещение. А булья, они сами поддерживают. Вон Александр. Александр, за голосом. Постоянно это. Убилы убираете или отцепляете? Убираем. Вот вы заметили, вон тот родительский рост. Здесь, Георгий, сюда прям подходи. В этот дом сносит. Там вот тепло, да? Держите, держите. А проходит, когда на дайте. Конечно, ну как? Просто в помещении подразделения. Конечно. Ну это, Георгий. Так, ну, ребят, бедите, решение. Я уже надо попробовать. Да подходи сюда, зачем попробовать? Причёмся. Не за мёдом. Посмотрите сюда. А куда? Не за мёдом. Да, может, ты куда-нибудь? Подожди. Всё, чем ротом? Я бы, чтобы ты точно видишь. Так, вы бери, ешь, ты чтожные, са. Уже длина, бутылка. А подожди, Володь. Ну, вот, может, чтожные стоят. Спасибо. Как тёт? Убил. Мы, это самое, гад. Чёрт складываете? Запечатано, а когда распечатывается, уже можно сэкрифуму вот выставить. И мёд вылетает. Да вот сюда, складывайте его. Доположите его у нас на стол куда-нибудь, чтобы мы готовы это. Кушайте, кушайте, накладывайте, накладывайте, ешьте. Это, это самое. А то, что в горле горит, это на мёд? Николай, это всё. Да. 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 Правильно, правильно всё происходит, значит, у тебя. Что в горле першит, это самый натуральный мёд. Да, у меня уже ничего от него не першит, потому что я его ем, как медведь. У нас не надо кушать. Ты его больше возьми, но он лучше со мной. А остальным от вас пошла. А сюда? Нет. Смотри, будешь ещё? Поэтому получается... Маленький побольше, да? Дайте ещё. Берите, берите, как же важно. Сын уже в четвёртом поколении, в чиловод. А внук уже в пятом будет. Так, подожди, я же заумлялся. Вот видите, рамки откачались. Вот это, видишь, нераспечатаны. А как так поставишь? Не знаю. Нераспечатаны, и там ещё мёд остался. Вот, видишь, нераспечатан, он не откачался. А ещё расставить надо будет, да? Ну, надо распечатать, что ли. Ну, поставите, пшелы выдели. Всё-таки, пшелы, пшелы. Дам, 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 дам. Дам, 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 дам. Куда надо, вот сюда. А второй раз уже туда её загонять невыгодно, как бы, да? Да почему? Крутить. Да смысл такой. Её будет бить. Надо более, менее равномерно. Так, внук, на, принимай рамки. Продать лопу. Или вы ставите, не пойдёте? Нет, дождь идёт. Ну, где же разноска? Ставьте в разноску. Ну, ты, я ж... Я не могу. Вот, как там. Надо им сразу голосовать вместе с мёдом. Нет, не надо воск. Вот так. Ты что прочистил? Не жмать. Тебе ещё. Вот, видите, откачано. Ну, всё равно там медок блестит, но... Так, надо проверить, это... А куда его деться? Там, может, они приехали уже? Сергей, ты, нет? Брат, надо проверить, может, они приехали уже? Сергей, ты... Ну, они рамки, ну. А вдруг не пойду. Какая распечатана? А, вот. Вот она. Вот она, сейчас даю. Нет, дай. Нет, дай. На, на. Вот она, спечатана. Ставим, качаем. Четыре штуки. Да, машинник. Ты смотришь, да? Да. Ну, чё? Ну, не говори так, чтобы потом ты мог сделать полос и всё, весь процесс. Тебя сейчас с одного оставь, чтобы ты мог сделать. Ну, помогай, распечатывай. Сможешь сделать? Сейчас все выйдут, скажут, Георий сейчас будет делать. Вот оборудование не мое. Нет, прижмёмся оборудование. Порядок. Что, зачем? А, ты же за этим займёлся, что ж? Нет. Ну, выложите ещё. Ну, что вы стесняетесь? Ешьте, ешьте. Нет, не стесняетесь. Нас Игнатий Тихонович каждый день угощает таким соток мёдом. Каждый день чай пьём. Ещё три ведра стоит. Вот раньше, раньше, когда колхоз... Раньше, когда колхоз... Вот потеряете. Ешьте, ешьте. Поход, поход. Не накопайте ему. И вот у мамы на пасеке... Держите так крепко. Как качают, бабушки все... Ну, молодые, там, мужчины, женщины на работу. Бабушки с внуками идут все. Вот так же с сумочками, сумочки, там хлеб тёплый, огурцы свежие. Приходят, и, ну, мама, стол с длинной прям ставит и наливает, а они кушают мёд. Домой, конечно, не давали, ну, колхозно, не разрешали. А там сколько скушаешь, столько ешь. Вот такой был порядок. Доярки едут... Чисто библейский порядок получился. Доярки едут, а раньше же вручную дейли, женщины. И три раза в день. Супер. Вот едут в обед с дойкой. А дойка была за... Нет. За Симахачихинским прудом, вот я сейчас... Утима делать. Да, да, да. В ту сторону, километров, четыре, наверное, в лагах-то. Вот едут, заезжают на пасеку, тоже мёд кушают. Мужики, у них за железной дорогой была бригада. Едут, тоже заезжают, кушают. Вот так было колхозно. Оба горты. Ты не почистил нижний брусок, я кое-как вошёл. Вот так вот наполняется там, вот, мёд, он, видите, в медоромке. Я сливаю его. Вон он бежит, смотри. Николай, что же, где. Красота такая. Вот, единственное, вот этот лост. Ну, я видел в интернете, мужики делают ванну, так, через сидечко сливают, а потом насосом перекачивают. Но мы пока вручную вот это всё делаем. Ну, есть же объёмы разные. Есть пасеки по 400 улей, по 800. Сейчас ведро уж закончится. Нет, я вижу. Иногда прозеваешь, как-то прозевал один раз. Потом, ну, обидно было. Ну, конечно. Мама меня всё время, это самое, вот так сзади налижусь я. Современно ругала. Ни капли никуда. Пчёлка там микронками носит, а вы разливаете мёд. Что есть, то есть. Во! Ты ничего не делаешь. Иди, иди, ксиди мёд. Дайте мёд, дожди. Ну, что там, некуда уже крутить? Ну, у меня пока... Нечек крутить. Нечек крутить, да и некуда будет. Ребят, немножко растутить. Ну, вот, зачем сливал? Сейчас крутить, а крутить некуда. Нет, от сидечки. Да там, во фроне всё. Да, стоит прямо. Немножко освободите место. Да. Второе ведро всё. Оу. Сейчас он тут процедится весь вот этот воск. Вот ситечка быстро забивалась. Ситечка двойная, сверху редко, снизу по... А сколько с одной рамки грамм, примерно? Почему грамм? А, ну если в граммах. Ну, где-то всякие рамки бывают. Вот, допустим, тут килограмма три. Мёд? Да, да. То есть банка? Банка мёда? Да, ну, не банка. А, нет, там четыре с чем-то. Нет, четыре с половиной. Четыре с половиной. Ну, вот тут два с половиной точно будет. В какой рамке больше, какой... Ну, тут, видишь, сейчас станок обрезает. То есть зависимости от какой пыльцу набрала, да? Да. Да, она толще бывает рамки, тоньше, поэтому... Ну, вот диапазон, диапазон, да? Да, диапазон от двух с половиной до четырех килограмм. Вот я могу показать. Вот попробуйте поднимите вот эту рамку. Поднимите. Руками. Только не уроните. Школа на килограмм. Мне кажется, килограмм четырех. Вон, да? Нет, держи. Поэтому разными они весом. Даже вот когда в медогонку поставишь, надо стараться напротив друг друга одинаковые рамки ставить. Не получается, не всегда. И медогонку начинает двигать. Красиво. Красиво, да. Вот четыре рамки ставишь. Все. Господа, все чудно. Все очень непростая. Да, конечно, пчелка, говорят, благородная эта самая. Насекомая. Насекомая, да. Но у нас вот беда пришла. Не знаю, еще куда. Дюшки. Во-первых, воротоз, хотя она пришла, много пчелку убил. А сейчас фермера с агрономами. Хотя у меня сын агроном и внук хочет быть. А яды брызгают, что ли? Да, вот и яны, да. Да у нас еще как. Например, на Западе уже не дают такие термоядерные яды применять. А у нас оттуда покупают, сюда везут, травят. И скоро все человечество отравят, да. Не только пчел. А клещ? Клещ не мучает? Ну, я бы сказал воротоз. А, это оно есть, да? Да, оно есть. Ну, от воротоза там можно придумали лечить. Лечим и народными средствами, и это самое. Но все-таки, а сначала там много погибло вообще. А клещ, он как губит? Как губит, а он впивается пчелку и высасывает из него. Как в человеке, как в человеке, то есть он туда, туда не заползает, да, бури или как? Нет, он не заползает, он не может пчелку, а он просто присасывается к ней и высасывает. А он где вообще находится, где она его подставила? Ну, где? Ну, цветка. Цветка, она скажет. А, ага. В природе. А потом друг от друга вури приносит, и пошел. Он потом уже самки в это, закладывает в это расплод. Он там расплод губит. Сейчас вот первые небольшие обороты, потом, когда переверну, обороты добавляю. И вот, если посмотреть, вот света нет, вот можно видеть, как мед летит на стенки, вот сюда. Истекает вниз. Не видно? Видно. Сейчас вот я обороты добавлю на втором кругу. Я вам все пришел. Снимает что с теми, потом что попало. На стенку. Поэтому, все, в первый раз качал. Максим, 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 это и. Сейчас он переделает. Раньше, когда раньше, были, это, медогонки такие, руками крутили все время, постоянно. У нас одна такая стоит. Дед, кто помогал крутить на пасеке, когда мама качала. В дрованнике для дрова стола. Здесь? Почему? У нас дома. У меня дома. А вот такая? Нет. Ну, у нас и ручная есть. А сейчас вот электрическую купили уже, наверное, 4-5 вот эту. Вон, видите, как летит на стенке мед. А, видишь, капли надели. Я видел. Золотистый такой. Золотистый. А, я не сказал. Ну, потом скажу. Это языки называется. Да, ну, сотые языки. Это самое. А блинчики, вы что-то говорите еще? Блинчики. Ну, блинчики это вот это. А, срезка. Срезки. Вот видите, пчеловодный разял, не посмотрел вовремя. Такой, как я, не успел. И пчелы натянули язык. Куда надо было рамочку поставить, ващинку. Видите, она уже засеяла, но тут трутни. А вот медок. Ну, их тоже можно есть, да? Можно, конечно. А как вы узнали, что трутни? Ну, я вижу. Они с чем-то отличаются по цвету? Ну, ячейка больше. А, ячейка больше? Да, ячейка больше. Вот здесь, тут вот пчелинная ячейка. А тут, видите, труднёвый, труднёвый, труднёвый больше. Ну, как наш белый плот, труднёвый. Так. Можно дать покушать язык. Ну, он точно такой же. Ну, срезки. Так, вот тут это есть смёдок. Тут много всяких нюансов. А, ну-ка, вот. Вот это, видите. Вот это с медом, вот. Давайте покушать. Только не... Отломбураться. Аккуратнее. Можно над этим вот. Отломите. А? Ладно? А так кусать? Чуть-чуть. Да, можно ножом, у меня нож тут был. Да, как это кусать? Ну, кусать-то получай. Да, это кусать. Ну, тут ещё мёд, конечно, незарелый. Ну, помимо, даже не только соск. Так. Опять. Опять. Тебе так же, да? Так, да ладно. Угу. Маленький, другой вкус. Угу. Больше пустого взял, мама, вот тут. Так я специально взял больше пустого. Ага. Уф, понял. Тиковато я, конечно, так откусываю. Вкус немножко другой. Ну, я вам говорю, это недозрелый мёд. Какой-то как с дымком. А с дымком такой обкурил уже? Ну, да, да. Ребят, ты карька пойти на хол, пожалуйста. И кусайте над этим. Максим, иди укуси. Ну. Иди укуси. Зуб, вот где мёд, с левой стороны больше. Это сотовый, да? В общем, кусай. Да. Кусай. Подходи прямо туда, на этой. Вот здесь кусаю, вот с этой стороны. Давай, давай, не троню тебя пчела. Так, значит, что, надо мёд-то положить. Да, вкусно, ты что? Ну, ты даёшь. Очень вкусно, конечно. И главное, много не съешь. Смотри, вот, господи, положишь что-то. Вот у меня женщины приходят тут местные. За мёдом, особенно, ну, бабы, постоянно берут. Я говорю, ну, вы, посадишь, мёдом у. Так, говорю, боже, мёдом угощают, и так же много. Я говорю, да я же знаю, что он много не съедит. Да, ему не съешь мёда. Это, а если из другого, из другого региона заказать мёд, есть такая у вас услуга или опция, назовем это так? А куда? В Московскую область. Да, запросто. Ну, только, конечно, чтобы объём немножко. Видите, какой область? Если почтой высылать, у нас, да, ещё деревня почтная, ну, это можно соседнюю. Получается, дороже для вас. А если транспортная компания, то получается дешевле для вас. Потому что транспортировку вы оплачиваете. Ну, мёд, по нашей идее, транспортные расходы ваши. А какой объём минимум? Ну, я бы лучше узнал, какой максимум объёмного. Банного интереса. Вот у нас есть куба-тренеры. Вот куба-тренеры. Вот, да. Сюда 8 банок входит. Ну, 23 литра. Вот я думаю, надо на килограммы. Потому что такой казус недавно получился. Ну, не недавно. Мы измерили, я никогда из него не накладывал. Нет. Обычно у нас фляги есть. Измерили. Налей, я начерпаю это, мёд. Слушай, я забыл. Сейчас, минуту. Короче, налили, измерили банками, водой. Получилось нормально всё. Восемь банок. Вот. А мёду, оказывается, не накладывается. Это самое. Восемь банок. Немножко не хватает. И это... Ну, ёлки-холки. Как так. А потому что вот эти вот литровые банки, они меньше, чем вот этот. Вот он трёхлитровый тоже. Но у него больше... У него два семьсот... Ой, четыре семьсот наливаются. А в банку три с половиной. Четыре с половиной. Поэтому банками так, а вот этими не так. И я думаю, что 8-килограммовые навесные. Или нарезы, или литровые. Или литровые. Так вот, понимаешь, неизвестно, где-то делали бы меточку. Вот, допустим, полную риску бы сделали. Вот до сюда. А то мы наливаем мёд под самую крышку, чтобы только-только закрыть. А если двадцать три, может, оно где-то вот тут, может, вот тут. А если заказ сделать именно вот такого типа мёд, ну, в сотах, есть такая опция? Или оптимальный пересылать в дальний регион именно вот в эти? Принимают, знаете, транспортные компании. Вот в таких ботейнерах. Да. Вот раньше принимали, в таких сейчас не принимают. Потому что они их стали делать тонкие, а не ломаются. Есть ещё трёхлитровые банки, вот, капроновые. Типа вот как пятилитровые банки из такого же материала. Там крышка широкая. Вот в тех банках можно высадить. А в ценах двадцать третьего года это какая получается сумма? Какой ценовой диапазон? Может, там зависит от качества? У нас, как бы сказать, сильно не разделяется. Вот этот куботенер, вместо с куботенером, с мёдом, будет в пределах девять шестьсот, да? Девять шестьсот, это тройка мёд и... А, и плюс триста куботенер. Ну, это... Десять, десять тысяч. Двадцать три литра. Двадцать три, да? Вот нам лучше вот такой вот заказать, чтобы услали, чем я-то потащу отсюда. А можно, допустим, собор вот в таких вот рамках взять, да? А это куботенер при необходимости отдельно заказать? Да. Сразу, я вам говорил это с... Вот чё, брат, так не приехали? Так, подождите, я-то я тут... Чтобы не заблудились. А может, он их с собой заблудил, да? Может, он домой увез? Вот, свежий рамок. Я понял, что он не захотел. Сергею, позвони. А вот прошло, корень. Позвони? Нет, позвони, я телефон не... Стоит вас такой... Ну, конечно. Сергею, пожалуйста. А я в машине оставлю. Мы ели так уже. Плесек, сколько килограмм, кто именно заказывает. Ой, беседки, беседки-то куда будет? Там пчела у меня нету сзади у меня на рубашке? Нету. А вы хотите... Ну чё, надо? Заказать? Я просто видел, что там, думаешь? Вот сейчас это видео, скорее всего, выйдет в интернет. Очень многие будут увидят. Поэтому, если... Я чё не подожди, что вы не знаете? Можно... Можно сказать свой номер телефона, или... Может, кто желающий сразу захочет приобрести у вас конкретно. Вот можно ли будет ваш номер телефона выставить? Только выставляют, Геннадий Тихонович выставлял. Да, да. По-моему, Николай знает. А мы по телефону можем даже позвонить, заказать. Да, можно, да. А, Максим, ты должна сложить на стол берите. Здесь, если у вас ложечки есть, да? Есть, есть. Вот, кстати, вон туда отдавьте наше знакомуюся. И кушайте. Да, нормально. Вы в Карелии выселаете. Десять куботей не раскалеваются. Тоже через потерять знакомят. Боже, как... Я в Шургут открою. Мне даже... Лёхлитровым банком можете заказать. Да, вот, Лёхлитровым банками заказывал. Это пластики? Пластики, да. Пластики, она такая квадратненькая немножко. Немножко. Даже по две, по три банки можно заказывать? Можно, можно. Чем не больше, тем лучше. Чтобы они... Я даже буду вас... Буду даже рад, если вы там ещё кому-то в это расписали. О, же, конечно. Понимаете, у меня вон с полтонны прошлогоднего мёда стоит. Ну, нынче я уже в армию отправил, в школу, килограмм 130. Три таких вот куба-тренера, вот таких. Ну, наши ребята служат. Ты это видишь? Ну, ну, как... Где ребятишки? Жалко. А где у вас страницы, нельзя посмотреть? Можно. А заявку надо проще дать, чтобы оно... Да, можете написать список, я говорю. Ну, я же вам писал список. А из того списка надо убрать, взять, Геннадий Павлович, тоже список, убрать, оттуда мёд. И он вам отправит отец. Да, тут косы и осы летают уже. Да? Это пчёлы. Это пчёлы. А они, ну, это, мёд не делают, да? Число пятнадцать. Звоните. Допустим, ну, в девять вечера и там попали. А сколько будет одна баска мёда стоить по заявке, чтобы привозили? Две с половиной... Ой, еде. Тысяча двести пятьдесят. Тысяча двести пятьдесят. Это свежий мёд? Да, свежий мёд. А если тех годов, то? Тысяча. Тысяча двести пятьдесят. А ваши накладные расходы, вот мы там будем получать? Это вы сами оплачиваете при помощи. Да, да, понятно, что вы это сами. Вот Николай вам объяснишь. Вот эта таро стоит триста рублей. Я ему благодарен, что он мне помогает распространять. Для меня это хорошо. Потому что, как сказать, у нас, ну, нету такого населения, не остаётся, чтобы... А сейчас? А вам какую? Ну, с собой, например. Вести? Ну, мы навёл тогда... Так, а вам в какой? Я вот хотел спросить, не спросить. В такой, в такие ведёрки? Я уже куботеню возьму. Сейчас? Ну, нет, 15-го, если вы привезёте, я вас. Да, прям куботеню. Да, куботеню. А банки не нас. А то у вас там же банки написано. Шесть, шесть. Да, ну, мы решили до восемь дней, чтобы... Там надо взять список. Он на своей машине. Поправить. Я на машине на своей. Работал. Можете два взять? Нет, от одного достать. Если можно, если можно, скажем, сейчас... Отбул эту банку, а банку там сейчас... Остальное-то тоже... Там Павел снимал. Ну, нет, перга... Сейчас, сейчас скажу... Ориентировочно 15-го, не позже, потому что 16-го уезжает. Я хотел показать, что такое перга. Ну, перга, посмотрите. Она и делала ложка. Что такое перга хочет показать? Ложка. Вот, смотрите, вот перга. Вот это вот перга. Где там у нас поморка? А перга, почему у вас это сейчас продажа? Вот мы банку крутим с медом и с воском, получается. Я для себя так делал. Вот попробуйте, выколупайте ее отсюда. Надо чем-то. Ну, вот чем-то. Вот на колупае. Ну, колупае. Ложечкой. Вот стамеску гонит. Ложечкой не на колупаше. Ну, вот так можно. Выломи. Найте, кушайте. Я перга. Это перга, да? Это перга, да. Дайте ложку. Ну, я вот ее кручу с медом и... Получается... Можно ложку? Да. Давай, давай, не будешь? Да, все. Есть. Все, держи. Давай. Еще есть ложка? Держи. Ты мед хочешь? Ага. А, ну. Берите, ешьте мед. А на поморку. Подморку? Мы бы у вас поморку пили. Я не заставили дам поморку. У меня изначально не писали, но я же, что это дали. А мне не пусали. Девочки, кушайте мед. А где оставить? Где же дома? Наедине мед есть. А где оставить? Перга, перга, почему? Помог. Да. Да. Не, 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 не. Да. На полотенце. Да. На полотенце. Да. Дадешь, бы понятие, иначе. Ну, как так. Ты хочешь сразу придти? Что вы делаете в локораскровении? На сколько сделаем, мы вот чайную ложечку будем пить. Тише, тише, не мимо, чтобы не дышать. А вы, может, что-то посоветуете? Ну, я в интернете смотрел это самое. Ну, у меня родственник, сказали, полгода будет жить. Рад предстательной железы, ну, уже родившейся. Здесь лет живет, вот поможет. А это челки? Да, подморка черена. Да, подморка черена. Ну, а какой пропорции? Сейчас скажу. Короче, литр воды ставишь, кипятит. Вот, потом высыпаешь туда 8 ложек подморок, кипятишь час на малом огне, чтобы он прел. И надо держать уровень. Вот вылили литр, и чтобы в конце был литр. Добавлять, то есть? Ну, чуть-чуть. Я обычно в чайник ставлю электрический, тот кипит, и в чайник... Сразу кипятком? Да, чтобы он не остывал. Сколько кипит? Час. Час. Потом, значит, остывает, вот этот подморк. Сыдешь его, подморк убираешь. Эту водичку, значит, добавляешь ложку меда, и 4 чайных ложечки настойки пропорис. Апсичные можно? Ну, если у кого нет, то есть пропорис. А настойку вы как делаете? На спирт. На спирт? Ну, это жена делает. Там 1,10, 1,20... Сколько ложек? 4 ложки. 4 чайных. Чайных ложек, да. И потом, значит, на литр надо... Так, надо на литр 150 грамм водки. Для чего водка? Для того, чтобы этот не прокисал. И держать это надо в холодильнике. Я сначала варил по литру, а потом все-таки он к концу... А, пить надо по столовой ложке 3 раза в день перед едой за полчаса. Вот. Ну, все равно литр, там получается где-то полтора литра, примерно, он закисает. И я стал готовить для себя по пол-литра. По пол-литра. Ну, то есть, уменьшить все тоже по пол-литр, да. И выпиваешь, он не закисает. Ну, водки, значит, 75 грамм. Ну, все, убавить по два раза. И можете, если забудете, по телефону позвонить. Да, раззвоните. У меня звонили по телефону тоже. Сестры, кому надо будет, мы поделимся. И что, так, рак вылечили вы? Подмором. Нет, у меня не рак был, но было очень серьезно. Понятно. Короче, я лечился в Барнауле. А чего он лечил? Это самое. Вроде полечился, все нормально. Как что-то тяжелое, вот даже крышки тяжелые, попадемал или картофель. И все, опять начинается, по-моему. А это вот. А сколько по времени пили, чтобы вылечить? Ну, знаете, это надо курса три. Курса три. С перерывом. Ну, да. Ну, это надо, вот, как сезон обострения, к осени, к весне. Ну, я, как бы сказать, и больше пил. Ну, как чувствую, что-то. А сколько пить в месяц? Ну, так, как пропил. Вот, литр пропил, значит, это курс. Через, допустим, к осени еще литр пропил. Это курс. Перерыв месяц-два? Я никак не соблюдал. Ну, год, небольшой перерыв. К обострению. Но я чувствую, если вот поделал что-то тяжелое, ну, не взвешивай же, что поднять, что-нибудь. Может, кожа как в деревне. Вот, чувствую, что-то как-то нехорошо. Раз, опять, делаю. Спасибо вам. И вот я в интернете, вот, пчеловода старого, вот, это, слышу. Вот, прям, это на собственном опыте. Чего? Ну, ты бы сходила, баночку принесла, да, это, за список, это. А, список. А ты знаешь, где? А баночку за какую? Ну, вот, вот, помни, наши. Да, да, да. Ну, налить, мелко, да. Сейчас, сейчас взял. Если, может, даже не налить, а вот эти вот, старые, прошлогодние. А, нарезать? Нарезать, да. Если есть, люди подойдут. А, может быть, сразу возьмите эту. Прошлогодний что? Рамку. Что там? Да, до костей. Рамку что? Иди сходи. Прямо до костей. А, не сходи. Угу, сейчас заниматься некогда. Он привезет. Он привезет. Или целиковую возьмет. Нет, ну, что, я нарежу. Сейчас не надо его отвлекать. У него все вопросы до вечера. Дай, Павлович, а у вас еще банки есть с медом налитые? Готовы? Нет. Не пока не наливаем. Нет, нет. А что, надо? Сейчас. Ну, вот, дали денег. Потом-то. Потом-то. А, везете разом? Нет, 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 нет. Ну, отдам рамку, отдай еще. 400-500. Банку принеси, меду налить. Так, Капровного. И посмотрите. Рамку показывают, да. Ну, что, что-то еще. Все вроде. А мне сейчас, сейчас-то будет деньги за эту рамку варить. Будете говорить-то про отцовство? Ну, сама спроси. Хозяйство. Ну, я говорила, чтобы в эту корраду не забыл. Геннадий Павлович, за рамку едет. Сейчас деньги отдай. Не понял. Отцовство? А, сколько? Отцовство. Ой-ой-ой. С кусты сразу спряталось. По 500 вроде. Подождите. Это же отдам-то. Я просто хотела вам сказать, что мы все имеем Бога отцом. И относимся к Нему как к отцу. То есть мы его сыновья. И я вижу, что вы очень хороший сын Бога. Ну, не такой уж хороший. Он вас любит и наказывает, и лелеет. Ну, бывает. Да, да. И сыновья у вас, и дети все у вас выучили. Все удачные, скажем так. У всех все хорошо. И поэтому вам надо каждый день благодарить нашего Господа, своего отца. И радоваться, что у вас такой замечательный отец. Это Господь, Бог Иисус Христос. Все понятно. А веры нет? Веры нет, прям так и молись. Веры нету, да не веры. Серьезно, так и есть. Да, своему отцу. Как к отцу своему подходил, как его просил, тянул там, пап, дай, пап, дай. Вот такой же у нас Господь. У меня папа мало пожил. 54 года аппендицит делали. Был здоровый мужик. Ни разу в больнице не лежал. Пойдем косить литовками, раньше же косили. Так я куда попал. У меня и мама косила. Понимаете, вот кино можно снимать, как они косили. Мы даже не умеем так. А вот наши уже дети, они вообще литовками. Ну, сейчас все ухочу. Закрываем. Все, вот внук у меня пасеку выкашивает. Я раньше литовочку купил специально маленькую. А он сейчас триммером все выкашивает. Да так ловко даже подольный получается. Вот нынче уже 2-3 раза. Не звонился. А как пчелы на это реагируют? На звук? Да на звук ничего. Вот они только плохо реагируют, когда по улице стучат. А, леска. Не леска, а травой. А, травой? Трава летит и по улице стучит. И тогда они... Ну, он старается, когда вот попозднее вечера, или пораньше утром. Похолодней, чтобы было. Да, похолодней. Ну, вот хорошо с пчелами, но плохо тем, что с ними не поработаешь утром рано. Раньше 9-ти они не пускают, жалятся. И вечером до 6-ти. А дальше они не дают работать. Жалятся агрессивно. Ну, вот немецкие как-то попроще с этим. А наши вообще агрессивные. Поэтому мы вот... И наши роятся очень много. Вот... Ну, знаете, что такое роятся. Делятся. К матушке уже несколько роев прилетело. Откуда-то? Еще один вчера прилетел. Кстати, в тот раз я из-за вас. Ну, благо, что рой небольшой. Главное, вас проводил, только пошел сюда, что-то посмотрю. Смотрю, у меня рой сидит. Ну, небольшой такой. Вторак, наверное. Ничего. Наверное. Ну, я пока за лестницей, пока что. Он, наверное, давно уже вышел. Только у нас трех, говорит, он зашумел и полетел. Туда, куда-то к матушке. Он у матушки приземлился. Да? Да, собрали. Вчера собрали. Маленький такой. Да, собрали вчера. Не знаю. Ну, бог себе. Куда улетел, туда уже. Да мне не жалко рой. Мне надо знать, видеть, из какой семьи он вышел. Надо ту семью проверять, чтобы еще не пошел рой. Вот в чем беда. И поэтому я вот... Есть работа, нет. Работаю вот всегда здесь. Я всегда смотрю и что-то делаю. Но плохо в том, что я вот на солнце не встал. Не могу вообще. В шляпе, в сетке, да еще и на сетке шляпа. А это как, они декабристы, что ли, вылетают? Как их вычислять там? Вы говорите, а из этого вылетело, сейчас все вылетят. Что это такое? Как они там? Как они проявляются? Да, они бунтуют там. Ну, я вижу. Мы в бога не верим, сейчас улетим от тебя, ты у нас работать заставляешь. Я в боге не верю. Или наоборот, они неверующие, улетают. Вот видите, какие баночки. Вот мы в Москву вот такое. Пре, кротичь на прочь. Ну, вот, крышки, конечно, ну, ничего там. Вот такими баночками можно 10, 20, 30, 40. Сколько? Ну, это... По три литра, да? Да, три литра. Три литра. Так, а что, как их вычислять, этих бунтарей, которые улетают? А, знаете, я вижу, вот. Идешь, смотришь. Вот это, ага. Что-то за шебутилась. Похоже, кровь готовится. Ага, наблюдаешь уже на ней, смотришь, пошла. Недавно вот эта вот, 23-я выходила. Вот, вот. А почему? Ну, а ее, когда ловите, ее обратно сажаете, она успокаивается? Или опять улетает? Некоторых пять раз бросаешь назад, и они обязаны. Не работает, сидит. Не будет работать она, вот, сидит, ничего не делает. Понятно. То не я. Все равно против. Зачем? Что, замыслили все? Закона на них нету никакого. Закон? Управа. Вот, кто бы заказывал, у нас только пыльцы нету. Я же заказал. Вот это вот мы будем... Николай. Меня там сократите, мне там... Два раза. Вот три вы заказали. Что там сокращайте, да? Меня убирайте. Совсем? Ну, не совсем. Ну, сколько можно? Нет, там будет 250 грамм. У нас, значит, весна холодная была. Да, да, да. Почему-то пыльциней мало. Давайте вот сразу. Четыре баночки таких. Если первый год мы собирали, где-то больше 100 килограмм. Мы не знали, куда я девать. Может быть, 300 грамм. Я все запису, потом... И пергу так же, да? И пергу так же. Овощина есть у вас? Да, да. Пропорционально уменьшать. Если не получится... Вот, смотрите, какие маленькие рамочки. Это без маски-то куда, Николай? Без сетки. Вон, смотрите, какие рамочки, полурамочки достает. Ну, до осени чего-нибудь набираться. Ну, до осени набираться. Я просто иногда плохо, у семью замариваю, закрываю, она погибается. Его же как набрать сейчас? Никак наберется. Не, мне сейчас не надо. Я объясняю. Что кому-то надо? Чтобы... Это весной там много подмог. А сейчас-то где? Это только семью заборит. Ну, как, закрыть все. Это прошлогодний. А по пикету у нас ничего? Нет, немножечко есть еще. Ну, я вот себе делал прошлогодний. А что вам? Они могут поделиться? У них же много. Конечно. Нет, это они пусть себе берут. Нет. Я-то еще здесь остаюсь. Вот разберемся. Ну, да. Как там было? Сотовое. А, нет, вот... 500 рублей за это... Ну. Рамка. Знаете, так? Ну, в прошлогодний матр-шестанк. В прошлогодний матр-шестанк. В прошлогодний матр-шестанк. Рамку тогда напишите. Одна рамка. Так, дождь капит, наверное. Ну, ничего не сделает. Так, забудите. Ну, все, слава богу за все. В общем, где-то не тянул, что-то 4 года. Ну, постепенно 4, потом 6, потом 8, до 16 лет. Так у вас есть пчелы, да? Были, а сейчас на цветах ловлю. Ага, все. Ну, да, можно. Ну, там остается этот минут 10-15. И тут берега. Сами жалят. Сами жалят. По желанию. Да нет. Ну, как не больно, да? Да не больно. Это... Ну, как не больно. Нет. Это попробуйте. Это осы. Осы, осы, осы. Они трогаются. Слышные движения. Положечка не уйдет. А что, у тебя осы ни разу не кусала? А сай, чела, как только сел. Это с собой. Это не считать. По виду. Осы на заключе. Ну, что, у тебя на это давай поставим на уцеляющий. Туда будешь? Ушел. Все, вошла во вкус. Не во вкус, а так надо. Так надо. Так, а, слушай. Может быть, это, у кого есть посуда, может, возьмете вырезок? У меня же вот тут нарезанные женщины, мужики. У кого есть целлофан, выбирайте. Вот, накладывайте. Ну, что побежали? Нет, я просто понял, что я ведро чуть не забыла, это не мою ведро, может быть? Нет, ведро накладывайте. Ведро в воду вылейте. Воду вылейте. Накладывайте, что тут получше есть. Выбирайте. Да, это рамки. Вот, что потеряете, кушаете. Выбирайте. Выбирайте, выбирайте. Что получше. Самопожертвование. Наушенье побуду. Нет, нет. Ну, вы не видите, вода получше, да, больше не надо. Вот это, ну, тут тоже надо, накладывайте. Забудьте просить, а софтамируем у вас какие? Володь, сколько можно? Какие софтамируем? Вот это вот, разнотравие. Води пока нет. Сейчас вот пойдет, начинает свистеть гречка. С гречки. Подсолнух пойдет. Но с подсолнух у нас далеко. Видите, у нас как? Вот поле гречихи вот рядом, они с гречихи понесут. Подсолнух 5 километров, но оттуда, значит, меньше будет. Вот, поэтому сейчас вот говорят, где тут, тут, рапс. Все? Да. Где Николай? Нам как раз на ужин. Ну, все, хватит. Накладывайте, накладывайте. А какой самый полезный? Ну, дайте пол. Накладывайте. Ну, чё? Разнотравие лучше всего. Разнотравие лучше всего. Нет, гречики очень полезны. А почему? Потому что там, ну, вы же знаете, что крупа гречки самая хорошая крупа. Да, грезо там. В армии нам вот гречку давали только по великим праздникам. Это везде так, наверное. Везде так, ну, не знаю. У меня внук говорит часто. Но мы-то служили когда еще? 50 лет назад. Кстати, я в Москве служил. Ну, все, хватит. Около года. Все, уходим. Куда? Накладывайте, накладывайте. Выбирайте, что положите. Куда я должен? Ну, мужики. Ну, есть у вас это самое. Куда положить? Да, все, все. Все, у вас. Нет, ну, мы дадим, что-нибудь. Да, мы тогда ждем все. Ну, дайте, накладывайте. Да, есть, есть, все. Накладывайте. Спасибо, Христос. Уже это. Накладывайте. Вы когда будете привозить, привезите, ну, чуть больше. Может, кто-то еще захочет что-то больше. Ну, вот.